И вопросы безопасности сегодня рассмотрели в Государственном Совете Республики. Парламент продолжает рассматривать госпрограммы в преддверии принятия главного финансового документа. Какими будут затраты нашего региона на обеспечение защиты населения, в будущем году расскажет Ксения Осева. На территории Коми, впрочем, как и многих других регионов России, сейчас действует базовый уровень готовности. По сути, он ничем не отличается от повседневной жизни. Направлен прежде всего на поддержание стабильности. Все правоохранительные органы и специальные службы круглосуточно обеспечивают общественную безопасность в регионе. Объекты экономики и ЖКХ функционируют стабильно. В настоящем указе и то написано. Повысили готовность силы средств гражданской обороны. Понятно, что мы сейчас этим вопросом занимаемся. Мы занимаемся и защитными сооружениями. Сейчас дополнительно смотрим, что у нас есть, чего нет, хватает, не хватает, и что нам необходимо в этом отношении делать. Но пока на сегодняшний день ни в указах президента, ни в решениях, принятых у нас главой республики на основании этих указов президента, никаких особых указаний или предположений, что мы будем менять бюджет нашей программы, пока нет. На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и профилактику терроризма и экстремизма в следующем году планируют заложить 1,8 млрд рублей республиканского бюджета. Значительную часть суммы потратят на приобретение необходимой техники и строительство новых объектов. Если брать капитальное строительство, в 2023 году мы заканчиваем строительство и вводим в эксплуатацию пожарную часть в Каджироме. Ну и, соответственно, начинается строительство. Оно уже началось в этом году в Подтыпке, но пока идут проекты с метной работой, в будущем году уже непосредственно будет осуществляться строительство. И в будущем году начинается у нас подготовка к строительству пожарного депо в селе Иб. С 2008 года процент прикрытия территории региона Республиканской противопожарной службы вырос с 50 до 95%. Одна из задач – увеличить до 2028 года количество подразделений противопожарных служб до 1349 единиц, продолжить работу и по стимулированию добровольных пожарных. В целом же, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров существенно сократилось. В 1268 в 2021 против 935 в 2022. Мы видим, что на следующий год пока что нет средств на пожарные водоемы, но мы в том числе будем работать по направлению народного бюджета, чтобы в народном бюджете была возможность строить вот эти пожарные водоемы, потому что это направление тоже не снимается с контроля. Особое внимание в госпрограмме уделяется и квалификации кадров. Ежегодно в регионе готовят до 2500 специалистов пожарно-спасательных подразделений в области гражданской обороны, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и противодействия терроризму.